8 июля христиане вспоминают святых Петра и Февронию, которые всей своей жизнью доказали, что верность, благочестие и взаимную любовь – залог доброй и хорошей семьи. Есть и поверье – заключенный брачный союз в этот день будет долгим и счастливым. Мы очень рады, что это всё получилось в один день. Как вы мечтаете? Какая будет ваша семья? Большая. Семья будет большая. Большая и дружная. Глава семейства – профессиональный певец. Чувства всех влюблённых он выразил в замечательной песне. Крылья любви и верности обрели в далёкой юности семейные пары, прожившие вместе полвека и больше. Они в этот день, как и много лет назад, оставили свои подписи о решении быть вместе. Теперь в памятной книге. Вот говорят так. Ах, красота, страшная сила! Красивей всех! Моя жена! Вот она, красавица-жена! Как солнце светит и радует меня! Вот 50 лет мы вместе. А Даниловы Николай Иванович и Мария Тихоновна вместе 60 лет. Им была вручена медаль за любовь и верность. Всю жизнь так и держимся друг за друга. Он за меня, я за него. Понимаете, девчонка получилась мудрая. И она завлекла. Вроде выбирал я, но, оказывается, выбрала она. Ромашка – полевой цветок, излучающий тепло и радость. Символ праздника – любви и верности. Стала хорошей традицией дарить его в этот день своим любимым. Я все-таки призываю всех именно соблюдать наши добрые, хорошие традиции, которым даже может быть совершенно немного лет. И не обращать внимания на все эти новомодные праздники, связанные со Святым Валентином или еще какой-либо тоже сладившейся традицией, но она все-таки не относится к нашему народу. В этот день честились многодетные семьи. С пожеланиями дальнейшей счастливой жизни им были вручены подарки и цветы. А родителям новорожденных – первые документы их малышей. Анастасии и Павлу Высоцким сразу два. У них появились на свет двойняшки – Варвара и Владислава. Семья у нас большая теперь уже, полноценная, трое детей. Лапочки дочка и сыночек. Все замечательно. Я думаю, что вот этот праздник не зря родился. Мы понимаем, что величие страны как раз и заключается в сильной семье. Праздник любви и верности еще раз напоминает нам, что только в семье человек черпает силу и уверенность с надеждой на будущее своих детей, а значит, на продолжение жизни на земле. Субтитры создавал DimaTorzok